Пятый канал представляет Мальчики, прекратите, Валер, давай ты просто уйдешь Я уйду, но сначала я ему все скажу Ты что, совсем того? Ему говорят, уходи, он еще что-то скажет Себя-то уважать надо Че ты сказал? Трус ты Драться сначала научись Хлеб, прекратите у меня вашу кровь Илья, отойди, он хотел, он хотел, да? Нарывался, получай Все, прекрати, Валера, уходи Я никуда не уйду Сейчас мы тебя вышвырнем отсюда, проводим со всеми почестями Да, ребята, делите его Не надо, не надо Хватит, хватит Глеб, Глеб Его нет уже трое суток Завис где-нибудь Да где завис? Раньше он хотя бы звонил А теперь телефон выключен Так батарейка села И за три дня он ее не подзарядил? Ты так спокоен, потому что он тебе не родной Стефа, хватит Могут быть у парня свои дела в восемнадцать лет Да ты просто ничего не знаешь Все, я иду в полицию Доброе утро, Андрей Борисович Доброе Доброе Значит, внимание Получено заявление от Збарской Стефании Леонардовны Восьмидесятого года рождения Заявляет о пропаже сына Збарского Валерия Алексеевича Восемнадцать лет, студент индустриального института Спасибо, Володя Вышел из дома пятого октября Значит, получается, три дня назад На день рождения своего друга Санникова Глеба После дня рождения домой не вернулся О его местонахождении никто ничего не знает В общем, просит найти сына На празднике мог произойти конфликт с Глебом Санниковым И она подозревает криминальную составляющую Все, она взяла Как с чего? Она же мать пытается понять, почему сын пропал Знаешь, как я в его угоды пропадал? Да, я уж думал, ты все свое детство на скрипочке пиликал Пиликал, но для прекрасных, да Да погодите, мужики Борис, в самом деле, мы как убойные здесь, из какого боку? Да Значит, не оставляя текущих дел Мы давайте попытаемся посодействовать Этого нам еще не хватало Дима Вот будут у тебя свои дети По-другому запиликаешь Не было печали, так подай Ну, раз уж нам все равно заниматься этим делом Давайте я вам расскажу, что мне удалось нарыть Значит, по поводу этого Санникова Глеба Владимировича С которым, предположительно, у Збарского произошел конфликт 18 лет, студент радиотехнического института Теперь по поводу заявительницы Сбарская Стефания Леонардовна Она управляющая ресторана Дюшан Крутой, кстати, ресторан Ну и дамочка, впрочем, не в смятку Стефания Леонардовна? Майор Шапошников, это я вам звонил Очень приятно, можно просто Стефани Присаживайтесь Спасибо Чай, кофе? Нет, спасибо, я уже Итак, вы связывались с Глебом Санниковым? Конечно Глеб сказал, что Валера ушел, когда все начали заходиться Где-то около 12 Но я не уверена, что Глеб говорит всю правду Почему? В последнее время у Валеры с Глебом испортились отношения Я не знаю, из-за чего В общем, там могло произойти все, что угодно Ссора, драка Ну, хорошо, ссора, драка Но это же не причина пропадать на три дня Вот именно Поэтому Вдруг Вдруг произошло что-то более ужасное Так, у Глеба и Валеры Испортились отношения, вы не знаете почему? Нет Ну, а кто может знать? В институте у Валеры есть подружка, Катя Дорофеева Возможно, она что-то расскажет Катя Дорофеева? Да Хорошо, узнаем Они поссорились из-за Арины Учились в одном классе Арина тогда была с Валерой Потом Арина и Глеб поступили в один институт И стали парой Валера ревновал? Мне он говорил, что ему уже на Арину все равно Осторожнее Возьмите Спасибо Но они дружили с Глебом почти всю школу А теперь стали чуть не врагами Они иногда встречались по старой памяти И как встретиться, подкалывали друг друга довольно обидно Подкалывали, однако Глеб Валеру пригласил на день рождения В том-то и дело, что не приглашал Валера сам решил пойти По-моему, чтобы устроить скандал Или выяснить что-то до конца И порвать отношения окончательно Ну так может, просто хотел помириться Вряд ли Кать, скажите Куда Валера мог пойти после дня рождения? Не знаю Я была дома Он мне не позвонил Ну так вот, Андрей Борисович Значит Я посмотрел по соцсетям Валера жил очень запах То есть переписывался только с Катей И то не часто А звонки? Тоже редко, мало В тот день вообще никаких И телефон у него в 12 часов уже выключился Ага, сейчас Андрей Борисович Тут с вами хотят поговорить По поводу пропавшего парня Ага Голованов Слушаю Андрей Борисович Это я Стефания Сбарская Я должна вам сказать очень важную вещь Вас будут запугивать Не понял Кто запугивать? Очень серьезные люди Они сделают все Чтобы поиски Валеры пошли по ложному пути Чтобы Глеб И его гости были вне подозрений Стефания, я понимаю У вас сейчас в жизни очень сложный период Поэтому я врежу? Нет Приходите ко мне в ресторан Посидим, поговорим У нас очень вкусно готовят К сожалению, среди рабочего дня Я не имею такой возможности Но за информацию спасибо Видишь как Запугивать меня будут О А может сама Стефания и хочет меня запугать? А? Ну чего у тебя? Да ничего Да с чего мы взяли, что он по подвалам будет шастать? Ну, откуда дали, оттуда и взяли Голован сказал искать, ищем Можете не разуваться Спасибо Проходите Это Арина, наша одноклассница Теперь мы с ней вместе в университете учимся На радиотехническом Ну и на дне рождения она тоже была Здрасте, Арина, очень приятно познакомиться Павел А что ж вы не на занятиях? У нас день самой подготовки Ах, вот как Так, хорошо, молодежь Давайте-ка сперва на перво вы назовете мне имена и фамилии всех, кто присутствовал на празднике Шумейка, Анастасия Стоп, тихо, не так быстро Давайте под запись Шумейка, Анастасия, Максим Сироткин и Иван Губрев Ну и Арина Да Чудненько Ну что, как повеселились-то? Стандартно А поподробнее Я присяду? Да Поели Так Музыку послушали Ага Ну выпили немножко Выпили немножко Около двенадцати разошлись Ну раз выпили Неужели ничего веселого не было? Никаких эксцессов, никто ни с кем не конфликтовал Да нет, нормально Но вам, наверное, уже рассказывали, что у нас с Валерой были плохие отношения Терки Я и хотел от тебя это услышать, дружочек Да В двух словах не расскажешь Ну а ты попробуй Ну Всякое случалось за десять-ста лет Но я правда рад был его видеть Допустим Родители где были ночью? Поехали к друзьям с ночевкой Ну что ж, стандартная схема Да, и еще Какие-нибудь фото, видео остались с праздника? Нет видео Что, серьезно что ли? И фоток нет Это же для дурачков снимать Друг друга за столом А Ну да Действительно Для дураков Все дома, крыши, подвалы Все, ползали Ну нигде его нету Чего Голванову говорить? Ой, я не знаю Иди-ка Давай Ох ты ж Погоди Сейчас посмотрим Похоже О, Валера В полицию обращается Стефания Тут, кроме нас никого нет Борис Борис Сюда Идите Идите Вы его узнаете? Валерка Валерочка Что же мы теперь маме скажем? Смерть наступила около 12 ночи После дня рождения Глеба Причина смерти Утопление Вода из легких Как раз из этого пруда А побои? Побои произошли примерно за час до смерти Ну и как? У кого какие предположения? Ну, если сопоставить время То не исключено, что Валерий получил побои в квартире Глеба Да, но там-то они все уже помыли Надо посмотреть лестницу и около подъезда Может, там какие-то следы есть? А? Вот это правильно Тимур молодец Поехали? Поехали Ладно, я закончу Давай Дима Посвети О, есть Определенно, лестницу пытались замыть Но вот след крови остался Так, и что же это получается-то? Валера вышел из квартиры Весь в крови И пошел утопиться в пруду Или ему помогли? Ой, спасибо большое Держи, Борисович Спасибо Вот кто меня будет запугивать Что Стефаня имело в виду? Он сходил бы в ресторан Так и выяснил бы Тем более, там вкуснее сто процентов А если она провокаторша? И мне потом взятку пришьют Знаешь, как мой начальник говорил? Лучше в столовой сухомятку Чем в ресторане за взятку Ой, повезло Последний урвал Могу докладывать, или аппетит испорчу? Да мне уже угрозами аппетит испортили Давай, что у тебя? Экспертиза пришла Кровь на лестнице принадлежит Валерию Збарскому Ну и какие версии? Видимо, там действительно произошел конфликт Возможно, Глеб или кто-то из его гостей Избили Валерия Напились, поссорились Может быть, испугались, что убили И отнесли тело к пруду Совсем звери, что ли? Ну, состояние шока В общем, колоть их нам Это да Ты не хочешь? Нет, спасибо Я надеялась Надеялась, что Валера просто куда-то пошел Что он найдется Найдется Ну что, друзья Глеб и Арина сказали, что на дне рождения Ничего такого странного не произошло И вы все это подтвердили Так? Ничего добавить Не хотите? Вот здесь то самое место Где Валера провел последние свои секунды Может быть, скажете что-нибудь? Ничего я не хотел сказать Давайте-ка телефоны сдаем Телефоны Все Как скоро выход дадите? Завтра подъедете и где сетево отдела получите А ничего, кроме телефонов, не волнует? Давай сюда Давай Вот умница Вот молодец какой И ты И ты Вот Это ты умница Ах Андрей Борисович, видеозаписи во всех телефонах были Ну и куда сплыли? Они были стерты Одновременно, утром следующего дня Вскоре после того, как Стефания позвонила Глебу Санникову И поинтересовалась, где ее сын Понял Пригласи его ко мне в кабинет Вот так, Вова Добрый день Я Измайлов Валентин Сергеевич Очень приятно Ну вижу, имя вам ничего не говорит Администрация Санкт-Петербурга Присаживайтесь, пожалуйста Вы расследуете дело об убийстве Валерия Сбарского И я требую Слушайте, требую Чтобы ваши сыщики Оставили в покое детей Которые были на день рождения У Глеба Санникова А вы Кто, простите? Я отец Арины Измайловой Какой-то неуравновешенный парень Вышел из квартиры Где-то наломал дров Но при чем здесь приличные ребята? Так вот, здесь мы как раз и разбираемся Кто при чем, а кто нет Наверняка с вами встречалась Стефания Сбарская Понимаете? У нее свои счеты К моей арене Она хочет сломать жизнь, девочки Стефания Сбарская Со мной не встречалась Это ваши догадки Уверен Уверен, что она хотела вас подкупить Зазвала в свой ресторанчик Накормила Напоила И у нас В городской администрации Все с такими понятиями? Зря Зря вы ерничаете Господин Голованов Имейте ввиду Если вы будете продолжать Нервировать детей А в частности Мою дочь Я именно такую картину Обрисую вашему начальству Вместо того, чтобы Искать настоящего убийцу Вы за взятку Фабрикуете дело И против кого? Против Неокрепших душ Я надеюсь, вы меня поняли Я очень надеюсь Ну это Мы еще посмотрим Дима Смотри, что мне удалось Найти хост одной видеозаписи Чего? Смотри Значит я был прав В квартире произошла драка Но на улицу он вышел с одним Глебом Да Так что нужно спросить Глеба Что было дальше? Ну тут может не расколоться Я думаю надо с Алиной поговорить Раз они так дружно врали Она наверняка все знает Молодец Сначала понимаешь Это Стефания Напускает туман И приглашает меня в ресторан Потом появляется этот чиновник Напыщенный ты Тындюк Измайлов И пытается меня обвинить В получении взятки От этой самой Стефании С двух сторон Меня атакуют Одновременно Одновременно Ну я и говорю Одновременно Что не сговорились что ли? Андрюш Я тебя не узнаю Я сам себя не узнаю Так Присядь Давай разбираться Давай Да что получается Что Стефания Знала что Измайлов Всеми силами Будет выгораживать дочь Они оба Допускают Что убийцы дети Хотят отстранить меня От расследования И пришить мне подкуп Вот что получается Да А что случилось? Папу хотят подставить Почему? Плохие люди Так давайте на них Дружка натравим Дружка пирожка Да Дима? Андрей Борисович Арина пропала Только этого не хватало Пошла домой И не вернулась Но похоже Убирают свидетелей В пруду обнаружено Тело Валерия Сбарского Перед смертью Он был на дне рождения Бывшего одноклассника Глеба На лестнице В доме Глеба Обнаружены следы Крови Валеры Оперативники подозревают Что Валеру Убили вместе Все гости Глеба Включая Бывшую девушку Валеры Арину Отец Арины Пытается запугать Голованова Арина пропадает Папа Мы долго думали Как тебе помочь Пристрелить меня Андрей Тебе нельзя С ними разговаривать Потому что Все что ты скажешь Может обернуться Против тебя Вы же с ума сошли Мне шестой десяток Что я буду Как мальчик от них бегать Что ли Нет Ты оденешь маску Не оденешь Она оденешь Зачем Будешь чихать И кашлять Сами от тебя Разбегутся Угу Вы знаете Как это называется Оперативное прикрытие Я не знаю где Арину Не знаете Хорошо А когда Валера Выполз из квартиры Вы пошли за ним Что было дальше Вы это знаете Я понял Вы нашли в телефонах Какую-то запись Да Мы в квартире подрались Избить человека До полсмерти Это подрались Поэтому я и пошел за ним Чтобы не оставлять его Одного Беспомощного Очень благородно Так и что Пошли Что было дальше Ничего Когда я вышел Валера уже нигде не было Студент Господин Голованов У меня пропала дочь И у жены Сердечный приступ Я тебя Я вам советую Вы не поняли Еще и телефонное отняли Я не могу дозвониться Дочери Мне вас не заразить Жалко Что я не сразу Об этом узнал Сколько Вам заплатила Стефания Да вы что Я хотел сказать Что Понимаете Я это так Не оставлю Вы за все За все заплатите Вот так-то лучше Да Разрешите Заходите Доброе 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 утро Доброе А что это такое Борис Заболел что ли Чего Где На борозе А Это Оперативное прикрытие Ну давайте Что у вас А Глеб обзвонил Всех подружек Арины Ну никто Ничего не знает Ни в курсе Мы осмотрели Все дворы Вокруг ее дома Тоже ничего Да в соцсетях Арина тоже Никому ничего не писала Да Можно Заходи Из главка звонили Вас вызывают Срочно Что случилось Нет не отпустим Не осиротеем Скорее моя Семья осиротеет Бубнов Семья Мария Александровна Здрасте Можно пожалуйста Ваш телефон позвонить Мой сил Спасибо Алло Павел Ильич Это Арина Нужно встретиться Арина А ты где Я сейчас за городом Давайте На конечной остановке 302 маршрута Хорошо Да Скорой буду Спасибо большое Борисович А ты что так быстро Разговор был короткий Все В общем Отстраняет нас От расследования А завтра Дело уходит наверх А чем это Мы заслужили Я заслужил Своей предвзятой Позиции Возможно Обусловленной Получением взятки Борисович Ты себя Хорошо чувствуешь А вот это Следующий пункт Завтра Должен явиться В больницу На карантин Хотят посадить Так И что Прикажешь делать Что делать Что делать Гиппопотаму Хвост приделать Дело надо Раскрыть сегодня Вот так Гиппопотаму Хвост Отец отвез меня На дачу И запер А зачем? Чтобы я с вами Не общалась Вдруг проговорюсь Он уверен Что это мы Убили Валеру И хочет выгородить Меня По крайней мере А вы так-то Решили проговориться Ну хорошо Когда Глеб Пошел за Валерой Я подошла К окну И Выходит Катя была Последней Кто оставался С Валерой Получается Что так Давайте вернемся К началу Кто Избивал Валеру Глеб И мальчики Какие мальчики Ваня С Максимом За что? Валера Некрасиво Себя вел Задирался Он первый Полез в драку То есть По вашему Он специально Пришел скандалить Да Поясничал Говорил Что поздравляет Старого друга Дескать Глеб Ловко Увел У него Девушку Подождите Но у Валеры Уже к тому времени Была Катя Говорят Так бывает Любовь прошла А ревность Осталась А это да Борисыч Бывает В пруду Обнаружено Тело Валеры Сбарского Перед смертью Он был На дне рождения Бывшего Одноклассника Глеба Оперативники Подозревают Что Валеру Убили вместе Все гости Глеба Включая Бывшую Девушку Валеры Арину Отец Арины Пытается Запугать Голованова Арина Утверждает Что последней Кто видел Валеру Живым Была его Подруга Катя Катя Почему Вы не сказали Что видели Валерия После дня рождения Меня запугали Кто запугал Я не могу Сказать Придется Когда Валера Ушел на день рождения Я осталась Во дворе Зачем Не знаю Мне казалось Я ему пригожусь Сколько по времени Он там находился Часа два И когда Он вышел Весь избитый Я хотела Отвезти его домой Но ему стыдно было Я же отговаривала Его идти к Глебу Получилось Что я была права И он меня Прогнал И вы ушли Ну если гонит человек А наутро Мне звонит Стефания Где Валера И тогда я пошла В институт К Глебу Молчи Вообще никому не говори Что ты видела Как Валерка От меня уходил Почему Что у вас там случилось Ничего Нас всех только что Собрал отец Арины И стер с телефона Все записи И взял слово Что мы никому не расскажем Что не расскажете Я сказал ничего Тоже хочешь иметь дело С Аринкиным отцом Он страшный человек Он на все пойдет Чтобы выгородить Аринку Так вот кто вас запугивал Да И я поверила Что если попытаюсь рассказать Как Валера вышел Весь в крови Из квартиры Где была Арина Ее отец Сделает со мной Что угодно Простите Позвольте Что это Я не знаю Значит так Екатерина Юрьевна Сейчас вас проведут В лабораторию А потом посидите И постарайтесь вспомнить Откуда Эти следы То есть ты думаешь Что Валера утопила Катя На руке у нее Явные следы борьбы Ну и что Она же сказала Что он ее прогнал Ну что ты как маленький Ну мало ли что она сказала Возможно он ее просто хотел прогнать Завязалась драка Ну и она его столкнула Брут Ну А он уже был в таком состоянии Что не смог выбраться Ну хорошо Допустим Он не смог выбраться И что она не стала ему помогать Диме Это как-то Да бред это вообще Да ну Эксперты говорят На руке Кати След от укуса Так Ну И укусил ее кто Правильно Валера Вот А ты говоришь бред Так подожди Это он ее укусил А не она его утопила Разные вещи Ой Кузьмин не умничай Да Сейчас Да Петрович Хорошо Сейчас подойду Вот сейчас и выясним Кто Кого С ним спорить бесполезно Чего? Я говорю спорить с ним бесполезно Ну что Катерина Вспомнили как дрались с Валерием? Да Я не хотела говорить Это было ужасно Я его тащила Я его пыталась поднять А он меня укусил Где это было? У самого пруда Ну что ты встал? Пойдем Тебе надо просто лечь и заснуть Вот здесь лягу и засну Ты замерзнешь Пошли домой Я не могу домой Ты что не понимаешь С таким лицом? Что я родителям скажу? Что меня избили лучшие друзья Потому что Я вел себя как идиот? Такое лицо еще долго будет Все равно придется что-то сказать Не тащи меня Буду тащить Все Я здесь лягу Вставай Ты сумасшедший Да я сумасшедший Пошла вон отсюда И я подумала Лучше уйду А то еще поубиваем друг друга Но знаете как бывает Сначала забудешь А потом в памяти встает картинка Я вот их сейчас так ясно вижу Как на фотографии Их? Кого их? Отчима Валеры И кассиршу здешнего супермаркета Они тогда шли мимо пруда Вот ведь глазастая какая Так вы с Катей знакомы? Видел несколько раз Заходила к нам Симпатичная кстати девчонка Очень хорошо к Валерии относилась Но в тот вечер я Катю не заметил Так, ну она сказала правду Вы шли с дамой? Да, был грех Только я вас умоляю Не говорите Стефании Она сейчас чуть жива Сами понимаете А у меня же там так Ничего серьезного Хорошо Не скажу Но вот все-таки Ночью около пруда Вы ничего странного не заметили? Нет Вы извините Мне пора бежать Стефа одна Не хочу оставлять ее надолго Черт Часы встали Без двадцати Спасибо Ну если вам удобно Давайте выскочим Прошу Сразу ушли Да Так, ты ничего не видели? Нет Ничего не слышали? Нет Ясно Слушайте, Алена Есть у меня ощущение, что вы мне Что? Еще позвоните Вдруг что-то вспомните Всего доброго До свидания В общем смешались вместе Кони, люди Кассирши какие-то лохматые А день, как говорится К закату клонится И моя карьера Тоже Да ладно Андрей Борисович Мы же не карьеристы Это отлично Завтра дело передают наверх Меня на карантин А потом на пенсию Погодите А ведь у Бориса-то Часы встали? Ну и что? У Бориса встали часики А в пруду карасики Ты мне это предлагаешь Наверх докладывать? В качестве смягчающего обстоятельства? Так они могли встать от попадания в воду Ну А точнее в пруд Сейчас секундочку Да, слушаю Так если руки были в воде Значит и ноги тоже Тогда мы можем отправить на экспертизу обувь Бориса Ага Все это конечно хорошо Но все это коственные улики-то Да, сейчас Секундочку, пожалуйста А по-моему у нас есть свидетельница Алена готова дать показания Да, записываю Андрей Борисович А, до заката-то получается Еще время есть Работаем Проходите Ага Может чайку? Чайку? Нет Обойдемся Вы часики починили? А, вижу Не починили Это хорошо Борис Николаевич Вы задержаны по подозрению в убийстве Валерия Збарского Вам придется проехать с нами в отдел Вот Вот о чем я говорила Измайлов запугал вашего начальника, да? Он знает прекрасно, что Валера убили дети Но распорядился выгородить этих уродов Свою дочку распрекрасную Я судить невинного Невинного? А этот невинный Сейчас с нами поедет в отдел И кстати, нам понадобятся его личные вещи А желательно обувь В которой ты Стоять! Руки Слушай, у меня есть связи в вашем отделе Я все напишу Как ваш начальник прогнулся перед чиновником Неужели вы еще сами не поняли Что наш начальник не гнущийся? На шнурках ваших ботинок частицы тины Из пруда, где было обнаружено тело Валеры Ваши часы остановились от попадания в воду Именно этого пруда Эксперты установили идентичность Ну и наконец главное Ваша подруга Алена Мигунова Кассирша из супермаркета Созналась, что была свидетелем убийства И дала развернутые показания Да он мне просто достав! Ну и что ты скажешь маме? Что ты ей изменяешь? Что? Я просто провожал знакомую Она здесь рядом живет На остановке встретились Чисто по-дружески, правда? Слушай, ну нехорошо же женщину одно оставлять ночью На какой остановке ночью, а? Ты врешь! Ты всю жизнь врешь! А ты всю жизнь мне пакостишь! Мерзкий, вредный мальчишка С детства был таким! Ненавижу! Ну давай ударь! Меня все сегодня уже избили Лучшие друзья теперь ты! Провокатор Я все равно маме еще расскажу! Ох ты, гадилла ты! Я его ненавидел Он корей тяжело болел Я думал, может все уже Помню, едем на великах А я про себя Ну попади, попади ты под машину! И откуда такие сильные чувства? Я пришел в семью, когда Валере было пять лет Он жутко ревновал ко мне с Тефанией Пытался нас поссорить Врал Ну а вы воспитывать-то не пробовали? Да бесово! Он подрос Только стал изощреннее Сочинял небылица про каких-то баб Таскал у Стефы деньги И говорил, что это я Дома постоянный крик, скандал Ну а Стефания-то Как она к этому относилась? Говорила, что поумнеет Но мы уже были на грани развода А я не хотел ее терять А тут Все совпало Что совпало? Он сказал, что его избили друзья Я решил, значит, их и заподозрят Вот никогда не понимал Почему самые подлые убийцы Думают, что они еще и самые умные Маску надевай Так, ругом Так, это что такое? Репетиция солидарности сотрудников Петровского рвота Чего? Завтра, Андрей Борисович Мы все вместе идем в главку И говорим Либо сажайте всех на карантин Либо отпускайте начальника Амчи! Да у них не заржавеет Всех посадят А преступников кто ловить будет? Дело раскрыто Главку крыть нечем А это что? За солидарность Фемейная Здравствуйте Здрасте Здрасте А это что у вас? Мода теперь такая? Мне эта мода Знаешь, какую дурную службу сослужила? Пап, тебя все равно подставили? Да кто же меня подставит С таким личным составом? Три, четыре А пойдемте-ка все к нам, а? Лечиться Ура! На мусорили Видишь ко мне ты Сгорающих звезд Знай, это я Загадал сто желаний Строим из прошлого В новое мост Из поцелуев Надежд, обещаний Я головою твоих милых ног Губы мои тронешь нежно руками Пусть улыбнется сияющий Бог Пролетая над нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова